Дрозд – это сила движения, с ним открыты все пути. Ты здоров и образован, Фосагра исполняет мечты. Всероссийское движение «Дрозд» детям России образование, здоровье и духовность отметило свое 20-летие большим фестивалем. В Блаково приехали команды из городов присутствия компании Фосагра – Волхова, Череповца, Кировска, Апатитов. Они хоть и соперники в спорте, но благодаря таким объединяющим мероприятиям становятся настоящими друзьями. Я на фестиваль уже третий раз езжу. Инна была в Череповце и Балаково. Есть ребята, которые были и в тех и в тех фестивалях, и когда мы видим все очень яркие эмоции, встретить старых друзей, есть что новое рассказать друг другу. Когда я ехала сюда, я знала, что тут будет не скучно, тут будет забитый график. Ты, в принципе, устаешь от этого графика, потому что там очень мало свободного времени. Но и также это прикольно. Ежегодный физкультурно-образовательный фестиваль дает возможность ребятам не только показать себя в спорте, но и увидеть новые города, найти друзей. Это не соревнование в чистом виде, а настоящий праздник спорта. На него съезжаются воспитанники различных секций, которые находятся под крылом дрозда. Здесь пловцы играют в баскетбол, а гимнастки сдают нормы ГТО, ведь гармонично развитый человек умеет многое. Именно такую цель и ставит перед собой движение «Дрозд». Дает ощущение, что ты один из лучших, дает какую-то водоушевленность и мотивацию на соревнованиях. Ты реально чувствуешь, что ты лучший и хочешь дальше побеждать и побеждать. О том, как стремиться к победе, знают гости фестиваля. Легенда греко-римской борьбы, трехкратный победитель Олимпийских игр, борец Александр Карелин. И единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, 17-кратная чемпионка мира Евгения Канаева. В их спортивной карьере были не только победы, но и поражения. И именно упущенная медаль толкала их к новым высотам. Мы так недооцениваем наши провалы. На самом деле провалы – это и есть наши победы. Поэтому детки в начале пути. И самое главное – не бояться ошибаться. Не то, что это нацелено ошибаться. То есть нужно пробовать. Ошибся, иди дальше, еще пробуй. Потому что только через упорство, через терпение, через любовь, через веру, благодарность к тренерам и к родителям дети будут расти. Евгения Канаева говорит, такие встречи очень нужны начинающим спортсменам. Личный пример чемпионов мотивирует ребят на победы. И хорошо, что проект «Дрост» дает возможность детям из небольших городов не только тренироваться, но и общаться со звездами спорта. Я очень рад, что в нашем движении, в движении «Дрост», в котором вы все находитесь, работаете, вы имеете возможность прикоснуться, увидеть самых настоящих людей, которые вас должны научить одному побеждать, побеждать во имя нашей страны, во имя себя. Победа невозможна без наставника. Об этом на церемонии открытия фестиваля говорил олимпийский чемпион Александр Карелин. Именно тренер помогает спортсмену не остановиться на полпути и дойти до цели. Вам, дорогие «Дросты», я обращаю два требования. Помните о том, что вы продолжаете славные истории. И второе, не бойтесь говорить старшим, начиная от родителей, продолжая вашими наставниками. Благодарность и слова очень громко. Четыре дня фестиваля пролетели быстро, хотя и были очень насыщенными. Ребята не только показали свои спортивные успехи, но и зарядились позитивом. Погрелись на волжском солнышке, познакомились с нашим городом, нашли новых друзей и пообщались с олимпийскими чемпионами. Будет, что вспомнить.